Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века – революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории. Этот сезон мы делаем совместно с посольством Финляндии в Москве. Утро 1 августа 1906 года. Гельсингфорс. По-фински – Хельсинки. Середина мягкого финского лета, погода отличная, но люди боятся выходить из дома. Со стороны моря, там, где расположена русская военно-морская крепость Свеоборг, слышны залпы артиллерийских орудий. Третий день там идут бои. Почти все форты в руках восставших матросов и солдат, и они обстреливают верные правительству силы. Если вам казалось, что революция 1905 года закончилась в 1905 году, то, как видите, это совершенно не так. Так, революция продолжается. Но, с другой стороны, как будто бы финнам и шведам, жителям Гельсингфорса можно не беспокоиться. Ну, это же русские где-то там продолжают решать вопросы между собой. Военно-морская база в Свеоборге чисто российская. Там матросы-социалисты подняли бунт против своих же офицеров. Мы – финлянцы. Тут вроде как ни при чем. Главное, чтобы не зашибло случайным снарядом или пулей на излете. Но нет, на самом деле нет. Жители города далеко не в безопасности, потому что на улицах Гельсингфорса тоже идут бои. Во-первых, казаки и верное правительству пехота перестреливаются с восставшими матросами и солдатами, которые переправились на берег с островов. А во-вторых, на стороне последних, то есть восставших, видны люди в гражданской одежде. Это отряды Красной гвардии Финляндии. Красногвардейцы почти не вооружены. У них есть красные повязки на руках. Среди них много рабочих. Ну, то есть местные жители тоже включились в бои. При этом не все рады, что финлянцы участвуют в борьбе русских между собой. Центр города, приличные буржуа, средний класс, шведоязычные студенты. Вот все они не хотят втягивать великое княжество финляндское в русскую революцию. Очень скоро они тоже выйдут из домов, наденут на рукава бело-синие повязки, назовут себя гражданской стражей и выступят против своих же сограждан с красными повязками. Ну, то есть на улицах прямо запахнет гражданской войной. Так что, да, из дома лучше не выходить, да и к окнам лучше не приближаться. Так, ну что, давайте я вам расскажу, как вообще финлянцы дошли до жизни такой, что на улице идет стрельба. Для начала я вам просто порекомендую два первых выпуска прошлого финляндского сезона. События в них как раз предваряют сегодняшние, и многое будет яснее. Но вкратце, чисто чтобы сориентироваться, дела обстоят так. Великое княжество финляндское. Это, с одной стороны, вроде как отдельное государство со всем, что причитается государству. Своя конституция, законы, свой парламент, своя валюта, налоги, даже таможни есть между Финляндией и Россией. С другой стороны, это часть Российской империи. Глава государства, российский император, то есть Николай II. Внешней политикой занимаются в Петербурге. Это парадокс, все верно, весь XIX век шли споры. Финляндия — это независимая страна или часть империи. Но мы туда, вот в эти споры, не пойдем. Важно, что в этом споре мнение было у Николая II. При нем началась активная русификация Финляндии, которая не привела почему-то к желательным, с точки зрения Петербурга, результатам, а привела совсем даже к противоположным. Потому что финлянцы новой политикой начали возмущаться. И дело дошло до того, что одиозного генерал-губернатора Финляндии Николая Бобрикова, который, собственно, и проводил эту политику русификации, в общем, его застрелил финский радикал. Произошло это в 1904 году. Ну, по сути, революция в России тогда уже тоже началась. При этом в столице, ну, то есть в Петербурге или в центральных губерниях России с революцией было справиться проще, чем в Финляндии. Потому что тут в Финляндии свои законы и свои суды. Тут партии политические и легальные, тут свобода прессы. И русские революционеры даже сбегали сюда от преследований. А Финляндия не стремилась их выдавать Петербургу и имела на это право. В общем, в 1905 году уже по всей России протестовали против власти царя. И в Финляндии тоже. Там требовали отменить новые законы, вот эти вот, направленные на русификацию Финляндии, и вернуть старые свободы. И еще желательно дать новых свобод. И вот осенью 1905, когда была объявлена Всероссийская стачка, Финляндия к ней присоединилась. Именно тогда была создана Национальная гвардия Финляндии. Это не какие-то официальные подразделения. Это буквально вооруженные отряды протестующих, собранные, ну, главным образом для защиты демонстраций и бастовавших рабочих. Названа она так была, конечно, по аналогии с Французской национальной гвардией. Французская национальная гвардия возникла во время Великой Французской революции. Название это предложил журналист и социалист Карло Луото, который стал в этой гвардии одним из командиров. И да, командиров и отрядов в этой гвардии было много, они отличались друг от друга. Некоторые были составлены из городской публики, даже из среднего класса. Другие были более социалистические, составленные из рабочих. И вот эти вот социалистические подразделения начали носить красные повязки. Стали называть себя Красной гвардией. Ну и вскоре стали так называть все подразделения национальной гвардии. Просто Красная гвардия. 17 октября 1905 года царь пошел на уступки российским протестующим. Ну 17 октября это по старому стилю, а по обычному календарю, который действовал в Финляндии, это был 30 октября. Ну в общем, царь пошел на уступки российским протестующим, но не финлянцам. И финлянцы продолжали забастовку, требуя удовлетворения и их требований тоже. И в итоге 4 ноября, еще через несколько дней, царь откатил у русификаторские законы. Вроде все хорошо, но Красная гвардия и не думает расходиться. На огромном митинге в честь этого события отмена русификаторских законов было решено Красную гвардию не распускать. Больше того, на том же митинге выбрали главу всей Красной гвардии. Им стал выборгский журналист и бывший офицер Йохан Кок. Гвардию оставили, потому что финлянцы и не думали останавливаться. Они хотели большего. Они хотели заставить царя ввести новую конституцию со всеобщим избирательным правом. Потому что по старой, в парламент, в Сейм в основном проходили богачи и аристократия. При этом Красная гвардия финляндская стала взаимодействовать с полицией для наведения порядка на улицах. То есть это уже вроде как такой более-менее официальный институт. Насчет противостояний с российской армией потенциальных новый глава гвардии Йохан Кок имел вот такое вот мнение. «Я был убежден с самого начала, что русские вооруженные силы не станут стрелять, если только финны первые не начнут насилие. Мы использовали все средства, чтобы во время хаоса протестов ничего не спровоцировало бы русских на стрельбу. В противном случае это было бы равносильно массовому самоубийству». Ну, в общем, протесты продолжались. Главной движущей силой протестов была Финляндская социал-демократическая партия. Партия-то на своем съезде в конце ноября 1905 года подтвердила все права гвардии. Ребята, вы молодцы, мы в вас верим. И даже постановила, что Национальная гвардия, вот эта вот Красная гвардия, теперь должна подчиняться руководству партии. Это реально уникальная ситуация. В России ничего подобного не было. Ну, то есть, там были отряды рабочих, была еврейская самооборона, были боевые отряды черносотенцев, да. Но в Финляндии Красная гвардия была прямо институционализирована, легально, сотрудничала с полицией, охраняла общественный порядок и при этом подчинялась одной из политических партий. Партия, кстати, сменила на посту главы гвардии Йохана Кока на Карла Лота, вот того самого, который придумал изначальное название Национальная гвардия. Ну и, кстати, да, название самой этой партии, социал-демократическая партия Финляндии, должна вам что-то напоминать. Название это напоминает Российскую социал-демократическую рабочую партию, то есть партию Плеханова, Мартова и Ленина. По идее, обе эти партии, и финляндская, и российская, марксистские, противоречий у них не должно быть. Конечно, противоречия были. Собственно говоря, да, противоречия были даже внутри самой российской партии, между большевиками и меньшевиками, так называемыми. Короче, внутри вот этой большой российской партии РСДРП было такое мнение, особенно у большевиков. Финны, финская партия, должна стать частью нашей партии. Финны сказали, спасибо, нет, нас интересует только Финляндия, и мы вообще-то, знаете, не очень хотим революции. У нас вообще есть парламент, сейм, мы в нем несколько лет заседаем, у нас есть депутаты, нам все это в целом нравится, зачем нам революция? Мы просто хотим справедливого, равного избирательного закона, чтобы у нас, у социалистов, было больше депутатов в парламенте. Ребят, ну как же мировая революция? Спасибо, Ленин, нет. Ну, короче, да, с точки зрения большевиков, финские социал-демократы вовсе не социалисты, а оппортунисты и лакеи мировой буржуазии. Но не все. Потому что, когда в феврале следующего, 1906 года, большевики совершили налет на госбанк в Гельсингфорсе, им помогали отряды Красной Гвардии Финляндии. Ну, то есть, как помогали, там, пара отрядов перекрыла ближайшие улицы, чтобы ограблению не помешала полиция. Об этой всей истории я как раз рассказываю в предыдущем финском сезоне, самый первый выпуск. Но, короче, в результате всей этой истории, Карл Луота, то есть текущий глава Красной Гвардии, был даже арестован властями. Но найти доказательств его участия в ограблении банка не смогли, и его отпустили. Но, с другой стороны, социал-демократическая партия Финляндии, кажется, знала что-то, что не знала следствия. И Луота после этого лишили руководства Красной Гвардии и поставили обратно на его место Йохана Кока. В общем, давайте подытожим немножечко. Есть российская социал-демократическая партия, есть финляндская социал-демократическая партия. Они между собой, так сказать, не дружат. Внутри Финляндии есть Красная Гвардия. И вот Красная Гвардия, кажется, более близка к большевикам, например, помогает им немножечко пограбить государственный банк. И да, то есть все правильно догадываетесь, между руководством финской социал-демократической партии и руководством Красной Гвардии начались трения. Гвардейцы, знаете, не всегда были рады тому, что у них есть какое-то партийное начальство. Многие отряды вообще были самоорганизованными. Вот мы, рабочие, сколотили себе отряд на кожевином заводе. Не знаю, с чего бы нам вдруг слушаться партийных функционеров. В общем, между партией и гвардией статус отношений все сложно. Но, тем не менее, время идет. На дворе уже 1906 год. Накал страстей постепенно спадает. Весной в России начинает заседать Первая Государственная Дума. Но террористическая война, которую развязали эсеры, постепенно сходит на нет. Наступает лето. И в Финляндии демонстрации забастовки вообще привели к тому, что царь, наконец, подписал специальный манифест, по которому теперь в Великом Княжестве сменился избирательный закон. Ну, то есть, да, вроде как супер. То, чего добивались протестующие последние полгода, наконец-то реализовалось. Финляндский Сейм или парламент Эдускунта, как его называют по-фински, стал формироваться на всеобщих выборах. И даже женщины не только смогли голосовать, но и даже избираться. Без иронии это был самый прогрессивный избирательный закон в мире на то время. В общем, вот эта вот победа окончательная произошла 20 июля 1906 года. Требования протестующих в Финляндии полностью удовлетворены. Нет причин для протестов дальнейших. Больше того, сама цель существования Красной Гвардии достигнута. Победа. Можно расходиться по домам. Ну и партия, социал-демократическая финляндская, именно этого и потребовала от гвардии. Гвардия же ей должна подчиняться. Но, конечно же, нет. Никто по домам не разошелся. Больше того, не прошло и 10 дней, как начались на улицах бои. С чего бы это вообще? За что сражаться? Что вообще происходит? Ребята, просьба. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Бусти и Патреон. А также на закрытый телеграм-канал студии Либо-Либо и оформляйте подписку в Apple подкастах. Дело не только в дополнительном контенте, который мы для вас там выкладываем. Потому что во всех тех местах есть дополнение к выпускам подкаста «Закат Империи». А еще в закрытом телеграм-канале и на Apple подкастах у вас будет доступ к бонусам других подкастов нашей студии. А на Бусти и на Патреоне будет дополнительная информация от меня и эксклюзивный разговорный исторический подкаст Братислава, который мы делаем вместе с братом. Но самое главное — это ваша поддержка нашей работы. Без нее нам было бы гораздо сложнее делать то, что мы делаем. И даже если вам не интересен дополнительный контент, все равно поддержка очень много значит для нас. Спасибо вам большое. Ссылки все в описании. На следующий день, после объявления свобод в Финнам, в России была распущена Первая Государственная Дума. Это явно не было случайностью. Думу император и министр решили успокоить одну часть империи, то есть в Финляндии, чтобы хотя бы там не полыхало и плотнее заняться оставшимися проблемами. Что в результате этого вышло? Оппозиционные депутаты Госдумы поехали в Выборг, ну то есть в Финляндию. Там составили знаменитое Выборгское воззвание. И в этом воззвании они призвали народы России не платить налоги и не идти по призыву в армию, пока Госдуму не восстановят назад. А еще через неделю после этих событий и вспыхнуло как раз восстание на российской военно-морской базе в Свиаборге. Это то есть на ближайших прямо островах Гельсингфорсу. Ну то есть, да, в прямой видимости с набережной Гельсингфорса находилась морская крепость, артиллерийские батареи, склады, пакгаузы, казармы, в которых жили солдаты русской императорской армии и матросы флота. Дело в том, что за весь последний год и социал-демократы, и эсеры, российские, я имею в виду, вели обширную и довольно успешную пропаганду на флоте. Матросы в то время были самой бесправной и униженной группой среди вообще всего общества. Пожалуй, только в тюрьме было еще хуже, чем на флоте. Например, на флоте дольше всего применялись телесные наказания. Их отменили только совсем недавно, в 904-м. Морские офицеры реально считали матросов за скот, раздавали наказания за любые провинности, даже надуманные, имели право безо всякого суда сажать подчиненных. Десятая часть всех матросов отправлялась во время службы на каторгу. В общем, совершенно неудивительно, что матросы Балтийского флота, как мы все знаем, были в авангарде революции в 1917 году. Да, но началось это все. Конечно, в 1905 и в 1906. Так вот, российские социалисты последние несколько месяцев занимались тем, что готовили всеобщее восстание на Балтфлоте, на всех базах, в Ревеле, в Кронштадте, в Свяборге и так далее. Везде появились матросские и солдатские комитеты революционные. При этом две основные российские партии, то есть эсеры и социал-демократы, конкурировали, вставляя друг другу палки в колеса. Главное было ударить всем вместе в один момент. Так вот, эсеры считали, что надо бить пораньше, что правительство чем дальше, тем больше берет ситуацию под контроль, надо восставать. А вот большевики и меньшевики думали, надо ждать и готовиться. Как произошло в результате? В результате все пошло вообще по третьему сценарию. Матросы и солдаты в Свяборге были явно взбудоражены роспуском Госдумы и выборгским воззванием, но еще больше они были недовольны тем, что у старших закончился срок службы, а их не демобилизуют. Еще они были недовольны строгостью офицеров, плохой одеждой и питанием. Офицеры, со своей стороны, тоже нервничали. К тому же слухи о готовящемся восстании явно доходили до их ушей. И вот 29 июля 1906 года комендант крепости приказал на всякий случай заминировать водные подходы к крепости. А минеры отказались выполнять поручения. Тогда по приказу коменданта минеров арестовали. Причем по уставу им могло грозить до 4 лет заключения. Если они, скажем, не просто отказались выполнять приказ, а еще и оскорбили при этом офицеров, а они оскорбили. Ну, в общем, совершенно неожиданно для обеих конкурирующих революционных российских социалистических партий после этого все ей полыхнуло. Много месяцев революционной пропаганды, плюс выборгское воззывание Госдумы, плюс жестокость офицеров, все это привело к взрыву. Первыми взбунтовались артиллеристы, потребовали освободить минеров. Естественно, они стали призывать всех остальных подниматься вместе с ними. Артиллеристы были ближе к СССРам. Матросы к социал-демократам. И поэтому матросы сказали, «Аэээ, погодите, нам надо спросить, что там думают у нас в партии?» Пока в партии чесали бороды и головы, матросы все-таки решили тоже присоединиться. Социалистические партии реально между собой никак не могли договориться. Поначалу вообще они пытались успокоить матросов и солдат. Типа, ребят, рановато, рановато, давайте, может, закончим, но было уже поздно. Фарш полез из мясорубки, стало понятно, что назад его не засунуть. В общем, восстание началось. Да, естественно, комитеты обеих партий продолжали спорить между собой и во время этого восстания. Ну и да, взбунтовалась только часть гарнизона, самая распропагандированная, потому что часть войск продолжала подчиняться офицерам. Ну и еще была третья часть, которая вообще не понимает, что делать и что происходит. Свиаборгская крепость, как я уже сказал, на самом деле это не одно какое-то здание, это, по сути, такая большая военная база, расположенная на нескольких островах, с кучей зданий и мостов между островами нет. Расположена она меньше, чем в километре от берега, то есть от современного Хельсинки, Гельсинкфорса. Кстати, сегодня Свиаборг является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. До фортов можно доплыть на пароме из центра за 15 минут. Ну, короче, ночи первого дня восставшие захватили четыре крупных острова из восьми, но самый главный остров, Иса-Мустасари, или по-русски комендантский, этот остров оставался под контролем верных правительству войск, а на этом острове и находилась главная крепость. Начальник артиллерии и большая часть офицеров на остальных островах были взяты под стражу. Один офицер убит, а один застрелился. Причем вот в каких обстоятельствах. Это я вам сейчас зачитаю заметку из газеты. Поручик Борг с семьей спрятался на чердаке, но когда он увидал, что он открыт, то, поцеловавшись с женою, застрелился на ее плече. Бедная женщина стойко выдержала это испытание, предпочтя самоубийство мужа, смерти его от рук возмутившихся солдат. Драматично звучит, но есть и другие сведения, по которым он не прятался на чердаке, но самоубийство действительно совершил на глазах жены. В общем, восставшие предложили семьям офицеров, нестроевым офицерам и мирным жителям выход на материк. И стрельба в крепости, естественно, была слышна уже и в Гельсингфорсе, то есть в Хельсинки. И местные подпольные городские организации поняли, началось то самое всеобщее восстание на Балтийском флоте. Что это еще может быть? Конечно же оно. Правда, Балтфлот, да, в своей совокупности, про это восстание пока что еще не знал. На следующее утро глава Красной гвардии Финляндии Йохан Кок объявил о начале всеобщей забастовки в поддержку свиоборгского восстания. И тут уже социалистическая партия Финляндии совсем разозлилась. То есть мало того, что гвардия у нас отказывается самораспускаться, она уже, поглядите-ка, сама объявляет забастовки. Вы вообще кто такие? Смотрите, 10 дней назад император дал нам новый парламент. Скоро выборы, все требования приняты. Ради чего забастовка-то вообще? Ради продолжения революции в России? Окей, а мы-то тут при чем? В общем, члены исполнительного комитета партии пришли домой к Йохану Коку и спросили, «Мы чё, шутка, что ли, для тебя?» А Кок ответил, что за забастовку он берет ответственность на себя и партия, если хочет, может к нему присоединиться. В итоге аппарат партии просто впал в какую-то кому и за время восстания так ничего и не решил. Ну то есть у нас, смотрите, что получается. Есть российские социалисты, эсеры с одной стороны и большевики с меньшевиками с другой. Они спорят между собой о лидерстве в восстании. Российские солдаты-матросы не знают, кого из них слушать. Ещё есть финская Красная Гвардия, которая объявила о поддержке восстания и запустила забастовку. И есть финские социал-демократы, которые этим недовольны. И финские гвардейцы, вообще-то говоря, тоже не очень понимают, кого слушать. Непосредственное начальство или партийное? Но и это ещё не всё. Потому что помимо гвардии и партии есть ещё в Финляндии третья сила — статичный комитет. Это довольно крутая, независимая организация, такой союз профсоюзов. Этот статичный комитет координировал на протяжении последних нескольких месяцев забастовки по всей Финляндии. И да, они, конечно, социалисты, но партии, они не подчиняются. Они независимые. И забастовки эти привели к победе. Да, царь дал Финляндии новые законы. Но нет, после победы статичный комитет тоже не самораспустился и продолжил свою работу. Так вот, статичный комитет Подумов решил поддержать Кока, а статичный комитет уже послушали рабочие. Ну, потому что рабочим профсоюзы ближе, чем партийные бонзы. В общем, рабочие тоже присоединились к стачке, но тоже не все. В общем, как и на островах, в городе все действовали, как просто душа подскажет. Кто-то продолжал работу, например, в магазинах в центре и в трамвайном депо. Некоторые отряды Красной Гвардии никуда не выступили. Многие пошли за Йоханом Коком, и те, кто пошли, взяли под контроль северные рабочие кварталы города. Главные силы Красной Гвардии к вечеру 31 июля расположились на высотах в парке Элентарха. В течение вот этого еще дня красногвардейцы разобрали железнодорожное полотно в Тикурили и Рейхимяке. Это чтобы царское правительство не смогло перебрасывать войска в Гельсингфорс из Петербурга. Главный вопрос. Вот у нас забастовка. А какие требования выдвинул Кок? Ну то есть, ради чего объявлена забастовка? Кажется, сам Кок не мог этого объяснить внятно. Поскольку ночью армия в Свеоборге взяла в руки оружие, чтобы бороться за свои права, и поскольку в результате противостояния может пролиться кровь, я объявляю всеобщую забастовку, чтобы избежать кровопролития и восстановить мир, и забастовка начинается немедленно. Эм, ну то есть, другими словами, мы берем в руки оружие, чтобы избежать кровопролития. Хе, м, круто. Ну, вообще, Кок объяснил, что восставшие матросы угрожают начать обстреливать из своей артиллерии центр города в том случае, если город не объявит забастовку. И поэтому мы ее и объявили. Но, конечно, это был блеф. В общем, отряды Красной Гвардии стали ходить по городу с силой заставляя владельцев открытых магазинов закрываться. Они требовали там от дорожных рабочих прекратить копать, от водителей трамваев отправляться назад в депо и люди подчинялись. Кто-то с охотой, тот с недовольством, а кто-то, наоборот, гонял красногвардейцев, потому что те чаще всего были безоружны. Короче, что в крепости, что в городе, творится какой-то просто хаос. И да, давайте вернемся в крепость, что там происходит в этот день. Главный остров, Иса-Мустасари, по-русски комендантский, на котором расположена главная крепость, он сохранял повиновение офицерам. На остров Скатудан, на котором находились казармы, этот остров был ближайший к Гельсингфорсу, в общем, на Скатудан высадились отряды красногвардейцев финских во главе с Йоханом Коком, и русские солдаты раздали им оружие. Теперь у красногвардейцев появились армейские винтовки. Тяжелой артиллерии на этом острове не было, восставшие начали стрелять из винтовок и легких пушек по военным кораблям, которые стояли на рейде, но те начали отвечать, и тогда восставшие прекратили бесполезную стрельбу. После этого все вместе, русские солдаты и финляндские красногвардейцы, перебрались назад в город, пошли в центр Гельсингфорса, но тут их встретили уже казаки и верные властям отряда пехоты, так что часть восставших убежала обратно на остров, а часть рассыпалась по городу, где их через некоторое время почти всех поймали. На остальных островах сохранялся статус Кво. Восставшие обстреливали главный остров, а крепость огрызалась. Перестрелка эта шла весь день. Военные корабли тоже сохранили подчинение властям, гражданские пароходы тоже, в руках восставших был только один пароход под названием Выстрел. А еще в этот день восстал Кронштадт. Это главная база Балтийского флота. Восстание в Свеоборге, да, оказалось совершенно неожиданным. СССРские комитеты социал-демократические в Кронштадте засели вместе, долго решали, что делать, ну, в результате решили к восстанию присоединяться. Но, понятное дело, что в спешке тут начался не меньше хаос, чем в Свеоборге. Это все происходило на второй день восстания. А на третий день, 1 августа, рано утром, восставшие начали жесточайший обстрел главной крепости и всего комендантского острова. В 12 часов дня восставшие прислали письмо в крепость с предложением прекратить огонь в случае, если будут освобождены арестованные в первый день минеры и если пехотные подкрепления суши, которые были вызваны для защиты крепости, будут отправлены назад на материк. Комендант созвал совет офицеров. В результате обсуждения выдвинул оставшим ответное предложение. Мятежники должны сдать оружие и отправиться под арест. Такое вот предложение. Ну, в общем, закономерно возобновился ураганный обстрел крепости. Тем временем на материке успели починить железную дорогу и в Гельсингфор стали пребывать подкрепления, а также журналисты из Петербурга. Вот репортаж столичной газеты. День был жаркий, солнечный, ярко-синее море, покрытое золотыми блестками солнца, не гармонировало с мрачным ужасом тяжелой драмой междуусобного боя вокруг стен некогда прославленного геройской защиты Родины Свеоборга. Канонада заметно затихала и вскоре прекратилась. Около пяти часов пополудни над одним из островков, кажется, Михайловским, взвился столб черновато-желтого дыма и пыли и послышался глухой раскат взрыва. Удар был так силен, что, казалось, вся земля задрожала под ногами и в домах зазвенели и разбитые стекла. Да, около пяти часов дня метким выстрелом верные властям артиллеристы попали в пороховой склад на одном из мятежных островов. На складе хранилось шестьдесят тонн пороха. Шестьдесят тонн! Взрыв был настолько мощный, что стекла не только зазвенели, вылетели во многих домах в центре. И в это время в городе начали появляться новые вооруженные отряды. По сути, ядром этих новых отрядов были люди, тоже состоявшие раньше в национальной гвардии. Но поскольку национальная гвардия превратилась в красную, то не все этому были рады. Пора создавать новые отряды самообороны, чтобы защищаться от отрядов красной гвардии. Значит, если ядром красной гвардии были рабочие и социалисты, в основном финноязычные, то ядром гражданской стражи, таким вот словосочетанием стали называть себя вот эти новые отряды, ядром вот этой самообороны стали обеспеченные жители центра, шведоязычные студенты и торговцы. Чтобы отличаться от красной гвардии, они надевали на рукава национальные белосиние повязки. Если посмотреть фотографии, то выглядят они необычно. Представьте себе таких очень приличных людей в черных сюртуках, жилетах, в белоснежных сорочках, в перчатках, в шляпах и галстуках и с охотничьими ружьями или револьверами в руках. Под свою базу вот эта гражданская стража выбрала пожарную часть в центре. Их основная идея была в том, что во внутрироссийские разборки финляндцев влезать не надо. Мы против стачки, против решения Йохана Кока и против Красной гвардии. Гражданская стража в первую очередь решила защищать от Красной гвардии работающие бизнесы, которые красногвардейцы хотели закрыть. И начались столкновения с красногвардейцами. Например, красные пытались остановить городские трамваи, которые продолжали работать в городе, а белосиние со своей стороны трамваи защищали. В этот день, этот третий день восстания, напоминаю, около 9 часов вечера и восставшие, и защитники, и жители города увидели, что к островам приближаются три крупных боевых корабля Балтийского флота броненосцы Цесаревич и Слава и крейсер Богатырь. Эти корабли базировались в Ревеле. Ревеле — это сейчас Таллин. И корабли прибыли к Свеоборгу, но на помощь кому? Восставшим или защитникам? Восставшие были уверены, что корабли пришли на помощь им, потому что восстание же должно быть всеобщим на всем Балтийском флоте. И социалисты говорили, что именно на Славе и Цесаревича были самые крепкие подпольные комитеты. Поэтому один из руководителей восставших, подпоручик Евгений Каханский, вместе с артиллеристами поднялся на борт парохода «Выстрел». Этот пароход был единственным, который у них был в распоряжении, и пароход пошел напрямую к броненосцу Цесаревич. Но только они поднялись на палубу броненосца, как сразу же были арестованы, потому что Ревель и не думал бунтовать, корабли пришли на помощь правительственным силам. После этого мощные пушки броненосцев начали обстрел Михайловского острова, острова, где находились восставшие, а крепостная артиллерия этого острова даже не добивала до броненосцев. В общем, вечером третьего дня все было решено. Еще одну ночь восставшие продержались, но на утро подняли белый флаг и сдались. Но дело на этом не закончилось. Не закончилось, потому что в городе оставалась финская Красная Гвардия и стачка продолжалась. В этот день основная борьба развернулась вокруг трамвайного движения. Сложно сказать, почему именно трамваи стали камнем преткновения. Возможно, потому что магазины в центре защищала гражданская стража, то есть белосиние, а предприятие на окраинах Красная Гвардия. А трамваи ездили по всему городу, и вот красные решили вас что бы то ни стало движение остановить. К обоим трамвайным веткам, которые шли на север из центра, подошли отряды красногвардейцев и стали тормозить вагоны. В ответ на это гражданская стража, то есть белосиние, решили, что теперь в каждом трамвае для защиты будет ехать охрана с оружием, в основном с револьверами. Около 11 утра на площадь Хаканиеми приехал первый трамвай с охраной белосиних. Рельсы были забаррикадированы, и охрана стала очищать их. Тогда на них стали нападать красные. За оскорблениями полетели камни, причем среди красных были в том числе матросы и солдаты, которые сбежали с островов. Вскоре прибыл следующий трамвай с охраной белосиних, прозвучал выстрел, кто был первым не ясно, но после этого сразу началась активная перестрелка. Но пистолеты револьвера белосиних работали плохо против армейских винтовок красных, и стража разбежалась. Семеро белосиних и один полицейский были убиты, а среди красных было убито два или три человека. После этого белосинии собрались в своем штабе, тоже взяли винтовки и отправились крупными силами на север города. Одновременно финский губернатор региона обратился к российским властям, и те прислали на помощь русскую армию. Получилось неожиданно. Белосинии, гражданская стража, были изначально против того, чтобы участвовать во внутрироссийских разборках, но теперь российская армия выступает в их поддержку. Впрочем, некоторые казачи отряды тоже не понимали, что это за финлянцы с синими повязками и на всякий случай пытались их разоружить, а белосиние разбегались уже и от казаков. Но, в общем, тем не менее, и гражданская стража, и казаки, и пехота отправились во второй раз на площадь Хаканьеми. Выстрелами отряды Красной Гвардии были разогнаны, стало ясно, что сопротивляться бесполезно, гвардейцы начали уничтожать документы в своем штабе и разбегаться. Йохан Кок бежал в Швецию и оттуда через Великобританию в США, и он больше никогда не вернется на родину. Последними его словами перед отъездом были «На этот раз мы проиграли, но революцию в России не остановить». Еще на следующий день, то есть 3 августа, социал-демократическая партия Финляндии вышла из комы, в которой она находилась все время противостояние, социал-демократическая газета Кансен-Лехти потребовала распустить Красную Гвардию. Как вы помните, партийцы еще до восстания не знали, как ее обуздать. Еще на следующий день Сенат, то есть основной руководящий орган Финляндии, постановил распустить и Красную Гвардию, и Гражданскую Стражу. Порядок был восстановлен. 28 человек, которых посчитали зачинщиками восстания в Свеоборге, были расстреляны. В их числе был подпоручик Евгений Каханский, снялся на борт броненосц-сесаревич, думая, что на корабле пришла подмога. Около тысяч человек было приговорено к разным срокам, в том числе и к каторге. Что насчет финских красногвардейцев? Около 77 человек были осуждены на незначительные сроки финским судом. А Красная Гвардия и Гражданская Стража, хоть и перестали существовать, они были распущены Сенатом, но все-таки они возродились через 11 лет. И на этот раз между ними начнется уже противостояние более кровавое. В Гражданскую войну после революции 1917 года финские красные, которых поддерживали большевики, проиграли белосиним и последние стали частью вооруженных сил независимой Финляндии. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной уготовили факт-чек Александра Петухова, редактура Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стреколовская. До встречи на следующей неделе.